Ну, как все чаще становится местом, где решаются важные государственные вопросы и ведутся светские беседы. Так или иначе, его величество, польщенный столь щедрым приемом, дает ему самую высокую оценку. Хоть сие места считаются провинцией, однако гостеприимство местного дворянства, местной шляхты безгранична и ничем не уступает столичному. Усадьба относительно невелика, не царское село, конечно, но, тем не менее, своим убранством не уступает лучшим дворцам Российской империи. Из года в год публика в скоках все более изысканная, так сказать, Петербург в миниатюре. Куртуазные беседы и салонные игры, дамы в лучших кринолиновых платьях и галантные кавалеры в блестящих фраках. Участники этого бала весьма тонко чувствуют эпоху. На балы платье танцующие барышни одевали из тонкой ткани, муслин, шелк, шанжан. И, соответственно, платье должно было быть на ладонь выше пола, для того, чтобы танцевать. Все помнят эпизод из «Войны и мира», когда Наташа Ростова спешно укорачивали платье, для того, чтобы ее не приняли за нетанцующую барышню. Любой бал – это возрождение исторических традиций, которые были заложены многие века, и восстановление этих традиций является приоритетом для всех участников бала. И, опять же, это своего рода пропаганда хорошего образа жизни и вежливых манер. Хочется вспомнить ту историю, пережить и заново ее прочувствовать и передать эти данные своим детям. Потому что дворянский быт, вот эта культура за 70 лет – это было практически утеряно. Хочется заново это поднять, культуру танцев, культуру балов, культуру поведения, культуру одежды, культуру ношения одежды. Чем больше мы будем культурнее, тем нам всем вместе будет лучше жить. Безусловно, одно – самые красивые и лучшие культурные традиции не подвластны времени. Безусловно, такие мероприятия привлекательны для посетителей. И вдогонку Международному дню музея, который отмечался в минувшее воскресенье. Названы самые популярные музеи страны. Итак, в тройке лидеров по итогам 2013 года. Нестерский замок, Брестская крепость и дворец Румянцевых Паскевичей. Рейтинг составлялся по количеству визитов. Так, за отчетный период мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» посетило свыше 355 тысяч человек. В числе популярных белорусских музеев также замковый комплекс «Мир», Национальный полоцкий историко-культурный музей-заповедник, Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Всего в 2013 году музей республики посетило порядка 6 миллионов человек. Сейчас в Беларуси работают 162 музея различного профиля – исторические, комплексные, искусствоведческие, литературные, отраслевые. А вот природно-этнографический только появится у нас в регионе, в Аватцевичском районе. Чем он уникальный, узнаем у Виктора Демянчика, заместителя директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. Виктор Трофимович, доброе утро! Доброе утро! Итак, как возникла идея природно-этнографического музея у нас на Полесе? Идея возникла очень давно. Дело в том, что музеев много, и они самые разные. И, наверное, не будет ошибкой сказать, что бесполезных музеев нет. Но не хватает таких музеев, которые бы отражали воедино историю развития природы и человеческого этноса. Поэтому и решено было уже очень давно, лет 15 назад, собирать постепенно разные экспонаты, которые могли бы отражать, символизировать и как природные черты, и так одновременно синхронное развитие человека. Но давайте конкретно назовем некоторые из экспонатов, тем более, что некоторые из них есть у нас здесь в студии. Тем более, что я не с пустыми руками пришел, и даже каким-то приятно шокировал вас в это утро. Вот этот экспонат... А сейчас будете шокировать телезрителей, да? Может быть. А может, наоборот, обрадую некоторых. Дело в том, что сейчас идет хороший результативный чемпионат в нашей стране. Первый такого высокого ранга. Но дело в том, что на чемпионат, но, правда, другого порядка, природный чемпионат, съезжались к нам иностранцы еще в апреле месяце. И у нас побывало здесь, на Полесье, не менее 20 специализированных групп любителей птичьих боев, птичьих чемпионатов. И вот символ во всем птичьем мире европейской фауны, который вместо того, чтобы наносить какие-то тяжелые раны, какие-то травмы, какие-то совсем, может быть, некорректные с точки зрения человеческой морали действия, там, уворовать яйцо или что-нибудь, а в честном поединке отстаивает свою достоинство и красоту, это батален. Слово-то какое? Может быть, уже и забыли некоторые белорусы этнические, что это слово как раз обозначает название этой птицы. Русское название Трухтан. Так вот, такие Трухтаньи бои или баталенные бои, вот как раз-то символизируют не только именно вот эту такую состязательно-спортивную часть природы, которая, в общем-то, в давние времена стала и каким-то мотивом для нормальных поединков. Сначала там, будь то кулачные бои, какие-то спортивные какие-то, другие вещи. Все пошло от птиц, оказывается. А что? Именно так, потому что знаменитые наши этнографы и такие археологи, академик Рыбаков, это светило такой мировой известности, он очень охотно использовал именно биологические, орнитологические работы для нахождения ассоциаций, откуда мог народ научиться танцевать так, а не этак, такими кружками. И он находил множество аналогий. И вот как раз мы решили сконцентрировать свое внимание при подборе экспонатов именно на тех экземплярах, на тех видах фауны и флоры, которые отражают нечто человеческое. Какие еще экспонаты будут? Будет их много. Ну, во-первых, первая серия экспонатов, где-то около 60 будет фаунистических экспонатов. Там будут показаны самые маленькие кулички мировой фауны, которые умиляют своей крошечностью. То есть кулик как кулик, но очень маленький. А известно, что каждый кулик свое болото хвалит. Там будут такие птицы, которые, в общем-то, отличаются тем, что их голос можно услышать за десятки километров. А я вам и говорить не буду. Надо ехать в музей и смотреть эту птицу. Вот когда можно будет приехать и посмотреть, и где конкретно? На той неделе завезем вторую серию прямо в выгонощи и будем устанавливать в школьном помещении. Тем более, что это важно, потому что школа не та, которая отличается прогрессом учеников. И вопрос рано или поздно встанет о перепрофилировании школы. И здание тоже решать надо, куда его девать. Итак, первый в Беларуси природно-этнографический музей расположится в Выгоножской средней школе. Правильно? Правильно. А кто же будет проводить экскурсии? Сами школьники? А для того, чтобы именно он работающий был музей, и чтобы он не был таким мертвым образованием, будут, конечно же, молодые все привлекаться, все школьники. И они будут натаскиваться в хорошем смысле именно на вот этой первой экспозиции. Хотя уже первые этапы были сделаны нами еще осенью. Потому что этнография не только включает природную составляющую, но и историческую, а Выгоножья отличается тем, что во всех войнах оно оказывалось в оптицентре всех войн. И там есть прекрасный объект, Выгоножьянская фортеция. И уже этих деток мы вводили, показывали, чтобы они могли внешнего приезжего, гостя или туриста чем-то увлечь, показать. Мы решили так, вот именно так, вот с молодого подрастающего поколения развивать именно эту составляющую. Ну, отличная идея, пусть реализуется. И как можно больше посетителей этому первому в Беларуси музею. Да, тем более, что там у нас ведь задействованы силы и очень серьезного уровня. И Академия наук задействована, и молодцы, и такое есть объединение немецких народных университетов, представительство которых в Беларуси зарегистрировано. И оно выделило небольшой грант, но для нас это очень ощутимый. И местная общественность хорошо райисполком отнесся к этой идее, что важно местные люди. Потому что для них они будут инициаторами, движителями, как говорится, всего этого природно-этнографического музейного, надеемся, комплекса. Виктор Торфимович, как всегда, спасибо за интересную беседу. Хорошего дня и вам. Вам спасибо. И всем телезрителям. В Ивацевичском районе появится первый в области и стране природно-этнографический музей. О нем подробно рассказывал Виктор Демянчик, заместитель директора полноучной работы Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. Виктор Демянчик 20 мая. Таким было начало вторника. Вместе с утренним эспрессо. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Всем плодотворного рабочего дня. Ну и, конечно же, увидимся утренней эспрессо в эфире, как всегда, в то же время и на том же телеканале Беларусь-2. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова